Приветствую вас, давайте мы с вами разберем ваш вопрос, да, ваш вопрос касается работы и того, что вам делать, уходить, да, или продолжать работать хотя бы полгода, вот, об этом меня спрашиваете. Ну что же, по вашему описанию, я думаю, что довольно вам там некомфортно, и соответственно, если вы там поработаете полгода, неизвестно в каком вы будете состоянии, да, потому что, как вы сами говорите, со всех сторон на вас неуважение, хамство, интриги и прочее, вот, поскольку исходя из вашего текста, я вижу, что вы не видите проблем в себе, в контексте этой ситуации, то есть вы не допускаете, что может быть вы сами что-то делаете не так, да, вот, и видите ответственность за то, что происходит исключительно в этих людях, то, соответственно, я думаю, что дальнейшее пребывание на этом месте будет для вас крайне тяжелым. Советов, советов психологи не дают, поэтому давать прямой совет относительно того, как вам поступать, было бы, на мой взгляд, неправильно и являлось бы нарушением профессиональной этики. Поэтому я думаю, что вам необходимо сделать следующее. Вы сказали, что терпите все это и не уходите, потому что тяжело найти работу, а последние места, где вы были, в общем-то, обанкротились. И я вас, конечно, понимаю, я понимаю, что действительно работу найти сейчас может быть нелегко, и это может вас удерживать само собой. Но обратите, пожалуйста, внимание на соотношение того, что вы выбираете и цены за это. Дело в том, что если цена за ваш выбор по личным ощущениям не оправдывается, то ваш выбор, пусть даже и правильный, не принесет вам ничего хорошего, а принесет, по сути, только негатив, истощение и, может быть, проблем со здоровьем. Поэтому, если вы решите остаться, если вы хотите остаться, то необходимо, с одной стороны, четко для себя понимать и ощущать, для чего вы это делаете, для чего вы все это терпите. Потому что, так или иначе, людей, работающих, тем более, достаточно долго, в этом месте вам не измените. Да? Я могу очень много здесь говорить о том, какими могли бы быть ваши проблемы в этой ситуации и каков мог бы быть ваш вклад в то, что так происходит. Но, мне кажется, что это было бы не самым лучшим вложением энергии и времени, потому что вы довольно уверенно говорите о том, что вся проблема в этих людях. Почему? 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 Мне видится единственным вариантом именно такой. Вот. Конечно, вы можете пожаловаться, конечно, вы можете использовать правовые способы и средства для того, чтобы постараться решить эту проблему. Но, на мой взгляд, все останется так, как есть. Еще можно обратить внимание на то, да, что именно вам неприятно. Именно вам. И почему? Ну, то есть, вот вам хамят. Хорошо. Вы понимаете, что человек, он вот такой, да, как он есть, то есть, ну, хам. И, соответственно, если вы говорите, что хамят там все, то есть, такая культура общения у этих людей, то возникает вопрос. Они хамят, но вас это хамство как-то задевает. И вот, если вы решите остаться, то нужно будет что-то сделать с тем, чтобы вас не задевало хамство и вообще какое-либо поведение и поступки ваших коллег. Для этого необходимо увидеть, как вас ранит то, что они говорят. Каким образом это происходит. Задевает ли это что-то в вас? Какие-то больные места, какие-то сомнения, какие-то противоречия, конфликты, может быть. Либо же, речь идет исключительно о ваших ценностях. Ну, например, ценность, заключающаяся в высокой культуре профессионального общения. В этом случае, естественно, можно сделать вывод только, что вместо этого вам не подходит. Вот, как-то так. Последнее, что я хочу сказать, это то, что, по моим ощущениям, вы стараетесь произвести впечатление профессионала, серьезного, высококлассного, но в то же время, как вы сами сказали, вы опустились на должность ниже, чем то, на что вы способны. Это довольно серьезный удар по самооценке, но если это ради того, ради чего-то, что стоит того, то это нормально. Проблема, на мой взгляд, заключается в другом. В том, что вы, как будто бы, будучи профессионалом и таким вот деловым человеком, на мой взгляд, довольно легко приняли, хотя бы на собеседовании, такое полупонебратское общение, как мне показалось, вашего работодателя. Интервьюера. Вот. И мне бы очень хотелось знать, как такое стало возможным. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Постарайтесь, пожалуйста, увидеть, когда вы говорите, что все время думаете о работе, в каком именно ключе вы об этом думаете, к чему приводят вас ваши мысли. Всего вам самого доброго. Удачи. Удачи.